Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создан в 2008 году, а его учредителем является Министерство труда и соцзащиты России. Деятельность фонда направлена на развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми. Федеральный фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выбрал нашу республику для проведения этого мероприятия, при том, что в целом по Российской Федерации они выбрали только 10 субъектов. Черкесск был выбран как один из регионов, который просто мы решили на Кавказе выделить два регионов, которых привлечь внимание еще раз к возможностям детского телефона и доверия, и выделить ваш регион как один из регионов, которые активно участвуют в социальных проектах и очень хорошо их реализуют. Приключенческая игра, прошедшая на территории парка культуры и отдыха «Зелёный остров», стартовала с торжественной церемонии открытия в амфитеатре парка. Черкесск стал девятым городом, в котором был проведен этот квест. Он интересен детям разных возрастов и проводится фондом для того, чтобы повысить уровень доверия к службе экстренной психологической помощи. И сегодняшний проект, который направлен на популяризацию телефона доверия, мне кажется, тоже очень важным. Я очень надеюсь, что ни одному из этих детей никогда не понадобится звонить по телефону доверия. Но то, что они об этом в телефоне будут знать, то, что они смогут сказать об этом своим друзьям, знакомым, на мой взгляд, это очень важно. Мы очень благодарны вам за то, что выбрали Карачаево-Черкесию для проведения сегодняшнего мероприятия. И хотела бы сказать, что в целом по Российской Федерации выбрали 10 субъектов, и в том числе Карачаево-Черкесию. Вы знаете, у нас в республике очень серьезное внимание уделяется именно телефону доверия, работе телефона доверия, и очень много мероприятий проводится. В рамках квеста всех участников игры разделили на команды, после чего вручили запечатанные конверты с маршрутом движения и 20-ю увлекательными заданиями, предварительно обработанными психологами. По условиям игры победительницей становилась команда, максимально быстрая и точно заполнившая контрольный лист. В ходе квеста дети решали логические задачи, участвовали в импровизированных скачках, на воздушных шарах в виде лошадей, преодолевали препятствия в слепую и в сапогах-скороходах, распутывали искусственные паутины, воздвигали нерушимые башни, состязались на спортивных эстафетах. Все юные участники квеста, а это 500 детишек, с пользой провели этот день. Не только приняли участие в занимательных играх, но и узнали полезную информацию о телефоне доверия. Единый общероссийский детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный. На сегодняшний день к номеру подключено 239 организаций по всей стране. Оксана Качкарова, Миха Каракелян. Итоги недели.